Всем привет, День Благодарения, который празднуется в Соединенных Штатах и Канаде, изначально был праздником выражения благодарности и признательности Богу. В настоящее время праздник стал гражданским, общепринятым и общенародным. Праздник уходит вглубь американской истории, к самым первым переселенцам из Англии, прибывшим к берегам Америки в 1620 году на судне Майфлауэр. Люди высадились после тяжелого плавания по штормовому океану, морозным ноябрьским днем. Более половины не смогли пережить суровую зиму и погибли от холода, голода и болезней. Выжившие основали Племутскую колонию и весной с помощью местных индейцев, начали обрабатывать землю, посадив семена тех культур, которые здесь росли. Богатый урожай стал наградой за их усилия. Первый губернатор колонистов предложил провести день принесения благодарности Господу. На праздник осенью 1621 года, поселенцы, пригласили вождя и около ста индейцев из племени, которое помогло им выжить в суровых условиях. Эта трапеза, разделенная с индейцами, и стала первым празднованием Дня Благодарения. Праздник несколько раз менял дату своего проведения, но сейчас его отмечают в последний четверг ноября, в Соединенных Штатах, и во второй понедельник октября в Канаде. По традиции несколько поколений собирается в доме старших родителей на праздничный обед. Каждый произносит слова благодарения за все то хорошее, что произошло в его жизни. Едят в этот день современные американцы то же самое, что ели их предки в 1621 году на первом обеде в честь Дня Благодарения. Многие блюда стали своего рода символами праздника, фаршированная индейка и большой сладкий тыквенный пирог. На столы раскладывают тыквы, початки кукурузы, яблоки, апельсины, орехи, виноград. Все это олицетворяет обилие осенних даров природы. Канадцы в День Благодарения тоже запекают индейку, тоже просят Бога, чтобы он не спослал благосостояние их стране. Кроме того, канадцы в этот день готовят яблочный пирог и пельмени с начинкой из индейки. Всем спасибо, подпишитесь на канал. Субтитры сделал DimaTorzok